Реванш. Армагедец, играющий за Голландию, и Консул, играющий за Чехию. Предыдущий матч закончился со счетом 2-1 в пользу голландцев. И сейчас Консул берет реванш и попытается реабилитироваться за то поражение. Снайдер вперед на Орфаиза, но здесь Чех на воротах. Вперед на Россицкий. Россицкий отдает на Шмидцера. Россицкий борется здесь. Здесь Станн на Ваннистерой я пытался дать. Якоровский вперед. Райзегер. Снайдер. Глинер. И здесь уже Давец. Но идет пока игра кость в кость. Никто не дает никому развернуться в центре. Правда вот сейчас Шмидцер, Россицкий на Милана Барыша. И против него нарушают правила. Сейчас Томаш Россицкий будет пробивать штрафной. И мимо ворот. Гораздо левее, чем нужно было бить. Но все же, я думаю, где-то около метра, может двух, слева от штанги пролетел. Здесь отрабатывает Милан Барыш в защите. Россицкий. Поборский. Вперед на Шмидцера. Шмидцер ударил в защитника. Врайзегера. И заработал угловой таким образом. Выжил максимум из момента. Здесь навес на Недведа. Недвед пытался пробить, но попал в защитника. Яковлевский. Назад на ТиБ. Поборский. Боск. Боск остается с мячом, но нет. Защитники все же отработали и забрали. Ваннистуэрой. Нистуэрой пытается успокоить игру, подержать мяч, но у него отбирают мяч. И здесь уже Хейрун Кфинга отбирает мяч. Россицкий. Недвед. Боск. Боск входит в штрафную. Боск разворачивается в штрафной. Но там ничего ему не дает сделать Япста. Здесь Карл Поборский пытается ворваться. Даже пробивал. Попал в защитника. И похоже будет... Нет. Судья говорит, не будет углового. Вандерсар выбил подальше. Райзегер. Голландцы не спешат. Вперед на Давидса. Давидс пытался проглазаться. Увидел, что не получается. И по левому флангу Рафанауза запускает. И тот почему-то в последний момент забыл сделать навес. И здесь перехват и сразу же удар. Вратарь на месте. Ваннистуэрой пытался там навязать борьбу. Здесь Тибе. Тибе бежит вперед. Ваннистуэрой прессингует. И вперед давал на Томаша Рассицкий. Но тот оказался в офсайде. Вот сейчас уже потихонечку команды начинают играть на встречных курсах. Когда защитники немного уже подустали. С мячом Поборский. Поборский фентит. Ждет пока к атаке подключится больше людей. Барыш. Барыш вперед на Шмидцера. Шмидцер на Рассицкий. Рассицкий мог уже замыкать, но оказался в офсайде. Вот сейчас видно комбинационная игра в принципе по сравнению с первым матчем. Чехи выглядят гораздо лучше. Сейчас точится равная борьба. Даже я бы дал преимущество немного чехам. Чехи как-то поувереннее что ли атакуют. Ти-Бэ нарушил против Снейдера. Зейдорф навешивает мяч. На Ваннистеру, но к нему мяч не дошел. Здесь Ти-Бэ вперед на Шмидцера. Шмидцер ниже на Рассицкий. Рассицкий назад. И как же быстро Чехия начинает атаку. По правому флангу пробегает Поборский. Его пресингует Райзегер. Отдает ниже на Рассицкий. Рассицкий отдает прямо в ноги Япустаму. Вандер Мэйде. Вандер Мэйде прорывается дальше. Вандер Мэйде. И у него Ти-Бэ отбирает мяч. И Шмидцер уже атакует. Вандер Вард. Вандер Вард продолжает атаковать. Но там Ти-Бэ на Барыш. А Барыш на Рассицкий. И Рассицкий запускает Шмидцера. Но тот был в офсайде. Причем забежал очень сильно. Посмотрите насколько он был в офсайде. Снейдер. Снейдер навешивает вперед. Рассицкий. Ну Чехия на подборах сегодня просто отлично играет. Они первые всегда на подборах. Рассицкий. Шмидцер. Япстан. Давец. Так, Давец пытается успокоить игру. Ванни Стелрой. Кстати, посмотрите, как Ванни Стелрой выключили. Мы вообще о нем не говорим. Насколько хорошо сегодня действует защита сборной Чехии. Да, в принципе, стоит отметить, что игра Чехии по сравнению с первым матчем улучшилась в очень значительной мере. Так, и здесь какая ошибка. Дали пас на Давица. Здесь ТиБе оставил мяч, чтобы он не вышел. И атакуют вдвоем. Давец пытается прессинговать. Подбегает ближе. ТиБе на дриблинге его обошел. Но Давец отобрал мяч. Вот сейчас все стелятся в подкате и Ванни Стелрой. Как же он обманул всех защитников. Проходит штрафную зону. 1-0. Гол. Робин Ванни Стелрой. Во втором матче подряд забивает гол в ворота Петера Чеха. Как же так провалили. Вроде бы все у Чехии начало получаться. И тут Давец в подкате отобрал мяч. У Давеца в подкате не смогли. Отобрать мяч. Потом в подкате не смогли отобрать мяч у Ванни Стелрой. Ванни Стелрой убрал одного защитника. И все. Атака завершилась голом. Обидно под конец первого тайма. Практически гол в раздевалку. Томаш Росицкий. Вперед на Барыша. Барыш думает куда отдать. Вернул Росицкий. Росицкий снова на Барыша. Росицкий уже в штрафной. И фол в атаке. Росицкий толкался когда входил. Ну и Вандер Сар выбивает мяч подальше. И я думаю сейчас матч на этом закончится. Шмидцер. Шмидцер. Шмидцер держит мяч. Никто из ребят не поддерживал в атаке. Некому было давать. Опустились руки у чеха. Уже все ждут перерыва. Ну и посмотрим. Что сделают голландцы для того, чтобы удержать преимущество. А чехи для того, чтобы поломать матч. И перестроиться для того, чтобы выиграть. И так консул Эрмагедец. Второй матч. Второй тайм. Недвед. По левому флангу. Там его Зейдорф прессингует. ТБ. Росицкий. Томаш обошел давиться. Дал разрезной пас. И 1-1. В одно касание. Как же красиво все сыграли. Молодцы. Сборная Чехии. Милан Барош. Тоже во втором матче подряд забивает. Тогда он тоже голландцам положил один гол. Вот только тогда была разница в том, что Ванни Створой забил два гола в первом тайме. Молодцы. Смотрите как. В одно касание. Раз-раз. Долго не задумываясь. Хорошая точность ударов у Милана Бароша. В принципе понятно, почему консул его выпускает, а не Яна Колера. Итак, Ванни Створой с мячом. Давиц. Снова Ванни Створой. И далее развернуться Ванни Створой. А именно у Ифалуши. Поборский. Россицкий. Шмидцер. У Шмидцера Райзегер отбирает мяч. Ванни Створой с мячом уже в центре поля приходится отходить. Ванни Створой, чтобы получить мяч. И Тибе нарушает правила для того, чтобы сорвать атаку. Давиц. Давиц по левому флангу. Отдает назад на Снейдера. Вандервард. Вандермейды. Но здесь перехватили мяч. И уже Томаш Россицкий с мячом. Но впереди никого не было. Поэтому навряд что-то бы получилось в этой атаке. Зейдорф. Зейдорф выбивает мяч. Почему-то просто так. Хотя здесь снова голландцы перехватили инициативу. Вандервард. Райзегер. Снейдер. Снейдер вперед. Давиц. Давиц немного остановился. Проходит по центру. И нарушение. Здесь Глиннер нарушил правила. Желтая карточка заслужена. И сейчас будет опасный штрафной. Да, очень опасно. А если бы он не нарушал, то в принципе мог быть выход и один на один. Зейдорф будет пробивать. По центру попал в стеночку. Здесь Боск и Вандервард борются. Вандервард стал победителем. Стам. Зейдорф. Вандервард. Давиц. Вперед на Зейдорфа. И здесь уже Милан Барыш отрабатывает в защите. Здесь Зейдорф. Снова отобрал у него мяч. И голландцы придавили, придавили. Вошел в штрафную Кларенс Зейдорф. И сейчас попытается реализовать момент. Но не удалось. Давиц. Снова Зейдорф. Вандервард. Ваннистерой не сумел там пробить. Заблокировали его удар. И здесь уже у Томаша Российский Вандервард забрал. В защите отыграл Милан Барыш. Очень много черновой работы он сегодня делает. В принципе молодец. Каждый нападающий должен так действовать. Медвед. Барыш. Российский. Российский выходит. 1-1. 2-1. Сборная Чехии побеждает. Томаш Российский. И опять же не без участия Милана Барыша. Который сделал очень много черновой работы. Для того, чтобы вообще эта атака началась. И снова в одно касание. Трое сыграли. 1-2. Здесь немного пробежал Томаш Российский. И сразу же пробил. Вот игра в одно касание. В принципе, наверное, это ключик сегодня. Который подобрала сборная Чехии к сборной Голландии. И сейчас уже Армагедец должен что-то придумать. Для того, чтобы отыграться в этом матче. И не проиграть. Давец. Карл Поборский. Российский. Российский на Тибе. Барыш. Вперед на Шмидцера. Но Шмидцер был в офсайде. Да, как у нас с ног на голову начались качели. Гораздо более тяжелый матч. Дал своему сопернику консул. И здесь Зеедорф уже с мячом. Вандервард. Давец. Снейдер. Снейдер остановился, дабы удержать мяч у себя. Пытается что-то придумать. Давец. Вандервард. Вандервард сберег мяч. Вандермейде. Вандермейде. Придерживает мяч. Вернул. Но здесь Шмидцер перехватил. Якаровский. И сейчас в контратаку начинает убегать сборная Чехии. Поборские. 4 в 6 примерно. Российские. Зеедорф. Зеедорф вперед на Ваннистелроя. Ваннистелрой запускает Орфанайлса. Тут уходит. Пробивает. Еще раз пробивает. Какой ты мимо? Орфанайлс какой-то. Не знаю кто это такой. И как правильно читается его фамилия. И здесь у нас замена. Ян Хайнце выходит вместо Карла Поборски. Не знаю на чем основывается эта защита. Ну Хайнце в принципе он защитник. Капоборски он ближе к атаке. Наверное количество защитников решил увеличить. Консул. Здесь Зеедорф нарушил правила. Судья предупредил его, чтобы он так больше не делал. Недвед. Навешивать в трофную зону. Голландцы отбиваются. Снейдер. Вандервард с мячом. Райзегер. Отдает назад. Вандермейд из Эйдорф. Вандервард. Его российский прессингует. Но пока безуспешно. Ваннист. Приходится отыгрывать назад. Потому что впереди все зоны закрыты. Вот сейчас Давидс. Давидс может выходить на 1 на 1. Ну как же так? Почему не забивать? 1 на 1 же. Пустые ворота. И воспользовались таки тем, что ворота были пустые. 2-2. Кто этот спаситель? Вандермейде. Вандермейде приносит ничью для сборной Голландии. Спасаются голландцы в конце все-таки. Нужно отметить Давидса, который поборолся за этот мяч. И Вандермейде просто в девятку положил этот гол. Красивейший мяч. Молодцы. Голландия. Чехия. 2-2. Ну остается буквально 3 минуты плюс добавленное время. Я думаю, навряд у нас кто-то сегодня выйдет победителем. Конечно, команды поборются еще. Но мне кажется, уже счет заранее известен. Я думаю, он так и останется. 2-2. Томаш Росицкий с мячом. Недвет. Недвет пытается прорваться вперед. Здесь, там. Зейдорф. Зейдорф вниз на Вандерварта. И все. Матч окончен. Нидерланды-Чехия. 2-2. Консул был очень близок к тому, чтобы взять реванш у Армагеддца. Но Армагеддец все-таки сумел отыграться и не дал возможности восстановить равновесие.